Уменьшу огонь, а то у меня прям бурлит-бурлит. Варю горох, колотый вот это тут. Соберу сейчас пенку. Обычно я пенку не собираю. Что я собираю сейчас, ее понятия не имею. Наверное, это влияние блогеров, других хозяек, которые показывают, когда варят горох, то сливают, ну, собирают пенку. Честно говоря, вообще никогда. У меня мама, по-моему, тоже всегда собирала пенку, не оставляла. А я не знаю, она чем-то мешает, нет? Я не в курсе. Может, расскажете, зачем вообще вы это все делаете? Тоненькая, сейчас будет твоя вкусняшка. У нас с ней вообще-то кофе-тайм. Вот, сейчас будет ее вкусняшка. Я поставила горох, потому что хочу сварить суп. Вот, достала уплавленный сырок. Я сегодня утром половиночку ухлопала на бутерброд, на завтрак. Здесь у меня половинка лука есть. Вот эта самая часть грудинки, которая осталась как раз для этого супчика. Здесь у меня замачивается петрушка. Ну, тут у меня и на борщец, и на суп. Вот, я нарежу, высушу, нарежу оставшуюся часть, да? Часть пойдет у меня на этот супчик, часть... Уи, только не это. Я вчера мыла плиту. Ладно, сама виновата. Кто тебе виноват? Никто не виноват. Будешь опять не к плиту. Без вас мыла. Хотела смотивировать? Не смотивировала. Вот, это меня вот карма, понимаете? Вот, часть пойдет на этот супчик, часть высушу, нарежу, уберу в морозильник. Здесь у меня еще кинзочка есть. Вот совсем чуть-чуть тоже пущу на этот суп. На этот суп у меня мало пойдет зелени. Вот, так, масло подготовила. Здесь картошку уже нарезала. Он кубиком пусть отмокает. Тут у меня морковка, там чесночок. Здесь пол бакарского перца пойдет. Да что ж ты будешь делать-то, а? Я же уже и крышку приоткрытую, и газ уменьшила. Да что ж ты, горох такой, а? Пошли, давай вкусняшку дам тебе, прошу. Заветная баночка. У меня еще тут дверь этих есть, как его. Два пакета. Так что у нас пока вкусняшек много, хорошо. Так, что у меня здесь? А у меня здесь, кстати, надо это мне положить в ванную, потому что у меня закончился бальзам, и я в самый неудобный момент очень неудачно окажусь без него. Ну, тут у меня еще есть запасы фенерликовские. Так, их надо будет сюда тоже переложить. Сейчас, Николька, пошли, давай. На, вкусняшка, дай, на. Ой, извини, не туда положила, извини. Да, она сама знает, куда ей положить. Она все на место сама положит. Она мне такая умная. Вот когда говорят, что йорки очень умные собаки, да, ну, и как-то, ну, раньше, да, допустим, я собаководов слушала, и вот все нахваливали йорков, какие они умные, какие они умные. Ну, думаю, ну, собаководы, ну, каждый хозяин хвалит своего пса, естественно, своего питомца. Понятное дело, что будут говорить. Ну, я вам должна сказать, что время и опыт показывают, что это действительно суперсобака. Вот, я вас уверяю, заведя йорка, вы просто будете балдеть от того, насколько животное может быть таким умным, таким любящим, таким преданным, это все прощающим, честное слово. Это, я не знаю, да, что сказать, правда это. Вы поверьте, что это не просто слова. Я знаю, что владельцы йорка меня на миллион процентов сейчас поддержат. Когда я в зоомагазине спрашивала у... Кстати, всем привет, здоровались? Нет, как обычно, не здоровались. У меня первая смена отработана, вот, так что у меня сейчас будет... Ой, я эту самую уменьшаю огонь, я все равно, смотри, что... Не столько варится, сколько мне здесь проблем создает. Вот, когда я Никольку только-только собиралась приобрести, но я, вот, помните, ходила я и покупала заранее, там, пояси приобретала, всякие такие дела важные для нее, нужные. И хозяин зоомагазина, он мне сказал, что йорки, да, он типа-типа дрессирует там кого-то, и я ему задаю вопрос, я говорю, а вот йорков можно дрессировать? Он говорит, нет, йорки не поддаются дрессировке. Чушь какая! Вы знаете, как они быстро поддаются дрессировке, я вам передать не могу. Это что-то, вот, я не знаю, долго не надо стараться. Вот, я вообще ее не дрессирую, но она сама собой, вот эти вот у нас команды, да, допустим, там, сидеть, лежать, они сами по себе, понимаете, образуются. А я понимаю, что если я буду все эти действия еще сдабривать, как его, вкусняшками, то я могу многим командам, вот, я знаю, и ползти, и можно научить. Йорки, это просто там, это что-то. Погоду посмотрим. Идемте посмотрим погоду. Почему я так говорю, идемте посмотрим, потому что я сама еще ее не видела, на самом деле, но я как встала, принялась за работу, Николькины вещички еще пока влажненькие. Ну, так, можно домой занести, ой, нет, рукавичка совсем влажная. Домой занести можно. Сейчас это тоже уберем. Я вчера уже на ночь, знаете, как собирала белье, заносила домой. И, видать, сушилку, холодно, наверное, мне было, и я сушилку не собрала, не брала на место. Или я собиралась, да, вспомнила, собиралась коврики помыть, не помыла, потому что, думаю, не успеют подсохнуть. Ну, вот наша погода. Небо все еще пасмурное. Птицы во все летают там, но их так особо не видно на фоне темного неба пасмурного. Легонький-легонький ветерок, но холодно. Вот я сейчас стою, я прям чувствую, как, знаете, до кости прибирает. Я все-таки сейчас кое-что поснимаю, потому что рукавичка, ладно, пусть сохнет, а вот вещи я занесу. Я, знаете, что думаю, может, я пообедаю и с ней пройдусь перед занятиями. Если у меня других дел не образуется, конечно, то, значит, я, возможно, что пообедаю и с ней выйду. Немножко ее прогуляю по воздуху. Как раз ее ботиночки подсохли. Сейчас я их на пичечке, ой, досушу. Не надо, тебе трогать это не надо, конечно, Коська. Тебе это трогать не надо, нам надо просушить это, хорошо? Ой, вот так вот просушим. Чуть-чуть, не надо, не трогай, Гуся. Гуська, Гусяня. Гусяша моя. Ну, теперь ты не варишься. Ну, тебя вот прям не поймешь, что ты бурлишь, да? То тебя что-то не устраивает. Что ты будешь делать? Одну я знаю точно, что мы с тобой после этого супа, да что такое, после варки этого супа, мы с тобой будем мыть газовую плиту. Защит все-таки вас придется мотивировать на эти действия. Закончился лимон. У меня там есть еще две дольки замороженные. Но я оставлю это на завтрак, на завтра. А завтра надо будет мне сбегать в магазин, купить еще лимона и опять так заморозить. У меня так бывает хорошо, у меня спокойно бывает, что у меня это, лимоны есть в бразильнике. Чай этот тоже закончился, который я в Азии брала. У нас соседи начали ремонт, да? Ну, все. А вообще это хорошо, знаете, начало чего-то, я забыла, сердечко и овал. И пачка закончилась. Вот так вот, по два пряничка в день. Ползернышка в день. Наше здоровье. Знаете, как жду весну? Нет, Дима, конечно, тоже хорошо. Ну, наша зима, она такая... Ну, не зима, в общем, одним словом. Вот, весну очень жду, потому что у нас очень красивая весна. Очень красивая. Весна, мне кажется, везде красивая, правда? И я вот помню, я когда на том своем первом канале ездила, снимала в разные селения Кусарского района весной по весне, да? И вот мы поехали... Это гороховый сок, это не я, извини. Вот. Вот он будет мне действовать на нервы, потому что раз он мне такие проблемы не создавал. Вот, и... Какой село это было? Я забыла. Ладно. Ну, не в названии села суть, да, деревеньки, а вот в том, когда ты по весне приезжаешь, и там, знаете, так приезжаешь мимо одного двора, а если этот двор просто обнесен таким сетчатым забором, ну, как вот эта железная сетка такая, да, вот таким забором, то понятно, что во дворе все видно, и так смотришь, там стоит человек, и этот... подпиливает деревья, допустим, да, какие-то нам подкапывает деревья, там раскапывает свой участок, и ты понимаешь, что вот оно, вот они весенние работы, осенние работы, они тоже такие прикольные, когда люди заготавливают дрова, во дворе у себя этот бензопилой, вот этой вот дрова распиливают, собирают все такие стопы, да, и где-то там разжигают самоварчик во дворе, где-то разжигают самоварчик во дворе, ну, хватит! иди сюда, иди сюда, я поняла, иди сюда, все испугались, убежали, Ника, иди сюда, Ника, иди сюда, все испугались, честное слово, все испугались, да, 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 гроза, Белка, вообще гроза всего дома, тут, по-моему, ни у кого нет собаки, иди сюда, Ника, иди сюда, Ника, Ника, нас выгонят с тобой отсюда, пусть только попробуют, Ника, иди сюда, Николь, все, молодец, 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 моя девочка, иди ко мне, девочка моя, все, место, Мика, место, отдыхай, место, не, ко мне не прыгай, у меня ничего нету, вот, вкусняшку поела, и все, и мало, да, и я что-то так, сейчас, что-то нахлынула, что я вам это рассказываю, не знаю, вот нахлынула, да, ну, просто вот это приятные моменты, когда ты видишь вот эту зеленую травку, которая такая совсем свежая, свежая, Курочки, которые выпустили во дворик, чтобы они поклевали ее. Кошечки себе ищут свою любимую траву, которая лечится. Очень приятные эти яшкинковские пряники. Нежные. Весны захотелось, правда. Очень захотелось весны. Тепла. Я очень люблю. На самом деле у меня нет таких проблем. Я независимо от погоды. То есть мое настроение совершенно не зависит от погоды. Мои дела, мои планы связаны, конечно, с погодой. Например, хочу пойти погулять, допустим. Хочу к морю. Тут дождик, а тут ветер. Вот это единственное, что может... Не то, чтобы нарушить планы, но изменить ход, скажем так. Я могу одни планы поменять на другие, но ни в коем случае. Я, например, не сижу и говорю, опять у нас дождь. Нет, конечно, когда у нас опять ветер. Вот это опять ветер, это прежде всего этот мусор, который образовывается у меня. Во дворе. То есть я понимаю, что последует за ним. Но то, что ветер, ну и ветер. У меня как-то отношение ко всем природным явлениям глубоко позитивное. Но как-то я всегда, знаете, как это воспринимаю. Но оно так и должно быть. И это хорошо, что оно так и есть. Что вот одно сменяется другим. Затишье, буря, я не знаю. Лишь бы, конечно, это не приносило вреда живым организмам. Как высокоорганизованным, так и не очень. Залезла в творческую студию. Есть комментарии под видео, где я шопилась. Что-то, наверное, в Вайкике покупала. И жаловалась на качество, скорее всего, в Вайкике. Которая сейчас у нас говорила о том, что раньше качество было лучше. Здесь под ником Nara Scrap пишет. Здравствуйте. Ассортимент нашего Вайкики и турецкого очень отличается. Да не то слово. Отличается не то слово. Это слабо сказано. Мягко сказано. Вы знаете, я более чем уверена, что к нам приходит товар бракованный. То есть, ушепчий в брак там. Ну, потому что где-то полосочки не сходятся, допустим. Это у меня шоколадка. Где-то полосочки не сходятся друг с другом. Где-то, предположим, там... Знаете, как бывает? Вот про... Ника! Хватит! 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 Где-то, например, воротничок, допустим, здесь идут полосочки. И вот они вот тут неровно сходятся. Например, допустим, одна полосочка чуть, допустим, сюда ближе, другая. Ну, то есть, есть определенная асимметрия, да. Вот при соединении полотен, да, когда шов там на шве. Вот здесь, допустим, там асимметрия там у воротника. Вот это все приходит к нам. Вы знаете, мы на это не обращаем внимания. Мы просто берем, да, ой, материал приятный, ой, да, вроде как, расцветки тоже приятные. И ловимся на этот момент, конечно, и покупаем этот продукт, эти вещи. Но на самом деле это все списанный товар. Он идет к нам. Однажды мы с дочерью, когда поехали в Турцию, и решили там отовариться. Но мы отоварились по полной программе, на самом деле там очень. Мы купили столько вещей и носили их, ну, я их носила лет пять, вот, очень долго. И дочь у меня долго очень эти вещи носила. Мы купили, знаете как, на сезон и межсезонье. То есть, летние вещи и то, что пойдет на весну и осень, да. Многое было по скидкам. И вот мы набрали очень хороших вещей там. Я тогда помню, вот кожаную куртку там купила. Ну, в общем, обуви мы накупили там с ней. И я когда приехала сюда, то есть, а, вещи, которые я там купила в Вайкике, я их здесь не видела. Я не видела таких джинсовых брюк здесь. Я не видела таких стильных кофточек. И вот когда я пошла в школу, значит, в начале года, да, одев вот эту новую одежду, ко мне подходит моя коллега и говорит, из Турции приехала. Я говорю, да, ну, ведь сразу видно. Знаете почему? Потому что отличается, действительно, качество отличается от того, что продают нам здесь, к сожалению. К сожалению, мы ловимся на эти моменты. А когда последний раз мы с дочерью поехали в Мол, и хотели пройтись по магазинам, вы знаете, мы в некоторые магазины просто зашли, вот сделали вот так вот глазами и вышли. И я говорю, Кам, ты понимаешь, в чем проблема? Что даже взгляду броситься не на что, вот упасть взгляду не на что абсолютно. Непонятно, потому что на самом деле все такое было черное, серое какое-то вот, никаких цветов не было, никаких расцветок, оно все было такое хмурое, непонятное. И по качеству это прям были тряпки-тряпки. Вот просто подходишь, вещь трогаешь и понимаешь, в жизни такое не захочешь одеть. Что изнутри обработка была очень плохая, что сам материал был нехороший. И я уже на самом деле давно вообще себе ничего не покупаю. На этом, о, вайкики, одно из того немногого, что осталось, ну, того еще более-менее качества. Ой, я в общем с вами как всегда болтаю, допиваю чай. Почему чай заварила, я не знаю. Наверное, потому что организм кофе не захотел, скорее всего, да. Да, организм нужно сам подсказывать, что он хочет. Наверное, организм не захотел кофе, захотел чай. Доедаю пряночек и занимаюсь супом. Показывать, как я его буду варить? Не буду, потому что точно так же, как и предыдущий варила, только здесь я уже добавляю картошечку одну, потому что возможно, что я часть повезу детям, возможно, я еще не знаю. Вот, и добавлю копченую корочку. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok